Сегодня у Горбачёвых на Василии, у них сегодня праздник, день пирога. Я не знаю, она ещё, наверное, не показывала свои пироги, а она их готовит только ещё. Это мини-органы социальной защиты населения. Мы поздравляем её с переездом в новый дом. Желаем им доброго здоровья. И вручаем вот эту микроволновую печь, которая приводит на ещё свет как-то основу. Девчонки, я возьму, пожалуйста. Это та же, я, когда мы помогаем и очень хочется помогать. Спасибо большое. Нам очень-очень кстати, а то мы как раз-то думали, греть, но нечем. Нам после уже когда-то, в прошлом году, наверное, на празднике, да, по-моему, тоже дарили микроволновую печь, она осталась в том доме в Славском, где мы тоже пользуемся. Я всё думаю, привезти, не привезти, привезти, как у нас еду, забываю её. Елена Ивановна, расскажите о нас, сколько человек в вашей семье и по какой причине будет в своей клубке? Ой, ну это очень долгая история. И она была очень много лет назад уже, 8 лет назад. Мы переехали из Москвы в Тверскую область, вообще-то, я купила дом в деревне. Мне хотелось очень, чтобы дети бегали по травке босиком, мои, я родные дед. Вот, ну а когда, как говорится, ну что же мы с дочкой, да с няней, вот, жили, дом большой, 64 квадратных метров, мне казалось тогда, что это большой дом, 3 комнаты, большая веранда, вот, хоз двора большой, животных завели, что-то еды слишком много, всё было, всё так слишком много оказалось. А дочка очень сильно просила сестрёнку, очень сильно просила сестрёнку. И, ну, как бы я ей говорила, что большую сестрёнку может только несколько минут теоретически взять. Вот, а если я рожать, то буду только очень маленькую сестрёнку. А может, братик получится, ещё неизвестно кто, а братик у неё уже был. Вот, ну вот она целый год, пока я ремонтировала тот дом, вот, она всё мне проедала плеш, поехали за сестрёнкой. Ну, вот, собственно говоря, всё началось с того, что дочка очень сильно просила. Вот, ну, мы поехали вроде ей за сестрёнкой, за одной за братиком, к младшему сыну, вот, взяли первых двух деток, кровных Машу с Димой, вот, это было уже, получается, 7, да, лет назад. Ну, а потом они подрастали, как-то очень-очень быстро подрастали, и младшему уже стал, это, сыну, получается, он был слишком для них маленький, они его стали тормозить, типа, с нами не ходи, ты вот маленький, а вот мы тут уже старшие, вот, и он стал плакать, ему тоже вроде нужна братика, но взяли ещё одного ребёнка. Ну, получается, двое кровных детей, ну, и в общей сложности пять детей, которые, вот, как бы, в нашей семье жили, ну, как бы, в прошлом времени, сейчас и живут, естественно, пять постоянно. Этот дом, как говорится, согласие моей мамы, сестры, мы продали квартиру мамину в Москве, и вот закупили просто гнилой сарайчик, можно сказать, развалившийся домик, потому что оно остальное было просто непосильно по деньгам, вот, так как уже был опыт состройки первого дома, вот, мы всё-всё-всё расчистили здесь до земли, оставили только стены, ну, и вот, как вы сейчас можете увидеть, да, второй этаж надстроили, мансардный, и у нас теперь здесь 10 комнат. Тогда, когда я приехала в область Турскую жить, Калининский район, нам три комнаты показалось огромное количество после квартиры московской, да, однокомнатной, двухкомнатной, то есть, когда семья разрослась, там сейчас 7 комнат, их тоже оказалось мало, вот, здесь уже 10 комнат. То, что мы сегодня видим, это пример, совершенно замечательный пример той семейной политики, которая проводится очень планомерно, системно, продуманно, губернатором Турской области, а в жизни проводится департамент социальной защиты населения. Я должна сказать, что каждый ребёнок вот в этой семейной политике, каждый ребёнок достоин жить в семье, и то, что мы сегодня видим, это пример того, что это в нашей области, это реализуется. Я должна сказать, что многодетные семьи, приёмные семьи в нашей области имеют очень хорошую финансовую поддержку, но, кроме этого, те семейные ценности, которые воспитываются в детях, они тоже пропагандируются. Это и слава матери, та награда, которая звучит губернатором, тем женщинам, которые родили и воспитали, достойно воспитали, 5 и более детей. Это безумно и жильёв для многодетных семей. То есть можно сказать, что весь тот комплекс социальной помощи, социальной поддержки, которую получают эти семьи, они, безусловно, ведут к тому, что количество детей-сирот в нашей области уменьшается, и самое главное, дети находят свои семьи. Вот она ещё недоделанная. У меня ещё нет передних колёс. Вот тут вот они крепятся вот так. Это специально, потому что тут мультизаторы вот всё вот так работают. А из чего собираешь? Из деталей разломанных всяких машинок. И вот получаются такие вот достаточно хорошие, вот эта недоделанная конструкция. Ну, она сейчас в рабочем состоянии зато. Часов, ну, ровно, но там ведь новости будут, что они будут, а потом на сегодняшний день. Субтитры подогнал «Симон»